МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно о международной обстановке. Вместе с нами член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Спасибо, что пришли. Добрый день. О международной обстановке у нас в последнее время принято говорить исключительно в разрезе соседнего государства, в разрезе Украины. И сегодня, собственно говоря, об этом, не только об этом, поговорим. Главную тему сегодня к нашему разговору предлагаю, тему выборов, поскольку их состоялось за, вот, сравнительно небольшой период. Выборы на Украине. Очень много выборов и на Украине, выборы и в непризнанных республиках, ну и выборы в Конгрессе США, это же тоже выборы. Начнем с украинских выборов. На ваш взгляд, что они показали и какой это результат, скажем так, для нашего государства? Выборы в Верховную Раду, которые состоялись 26 октября, показали, что Украина получила более радикальный состав депутатов Верховной Рады, чем он был до этого года, до вот этих выборов. И мы себе очень четко представляем, что партия войны, из которой формируется правящая коалиция, она не позволит нам активно развивать отношения на межпарламентском уровне. И мне кажется, что Порошенко, если он заявляет о том, что он пересматривает Минские соглашения и федеральный закон об особом статусе регионов на уровне местного самоуправления в части Донецкой и Луганской областях, то это еще раз говорит, что он из Голубя превращается также в Ястреба и усиливает таким образом позиции партии войны. В этой связи я полагаю, что война продолжится, но уже для центральной власти Украины будет непросто сбросить со счетов волеизъявления народов вот той части Донецкой и Луганской областях, которая проголосовала за своих глав, за парламент, за новые органы местного самоуправления. И мы помним решение Международного суда Организации Объединенных Наций от 2003 года. Когда американцам нужно было протащить решение по Косово, то они надавили на Международный суд ООН и вышло решение о том, что не обязательно разрешение центральной власти государства для проведения референдумов и выборов на территориях, где существуют межэтнические, религиозные, расовые и другие виды конфликтов. Так появилось Косово. Именно на основе этого Международного акта появилась Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. И теперь Украина получила легитимные два новых субъекта государственного права, государственности в виде вот этих двух регионов. Ну вот в пятницу у нас прошла информация о том, что Россия эти выборы в ДНР и ЛНР уважает, но все-таки не признает. Уважение не есть признание. А что вот это значит? Это значит, что мы не хотим сейчас углублять раскол в наших отношениях на межгосударственном уровне с Советом Европы, с Советом, наверное, глав, в том числе и евразийского пространства. Мы не хотим ухудшения отношений с Соединенными Штатами Америки, потому что выборы в Конгресс и потеря полного управления над ним со стороны Обамы показывает, что у нас есть перспектива изменения наших отношений в лучшую сторону. Таким образом, наша задача – это выстроить на новом уровне ту систему государственных, парламентских отношений, которые были до февраля этого года. Поэтому мы не признаем эти выборы формально, но мы уважаем воли и изъявления народа Донбасса. А для существования этих государств необязательно признание. Они могут теперь развивать свои экономические отношения со всеми территориями, государствами, которые считают для себя государственными партнерами. И я думаю, что не признавая формально, мы будем поддерживать с ними экономические отношения. Вот, кстати, как дальше, на ваш взгляд, будет развиваться судьба двух этих государств непризнанных, образований? Почему спрашиваю? Потому что, наверное, главная проблема, которая сейчас есть, это то, что непонятно, как идет граница. То есть граница прошла не по всей территории Донецкой области, не по всей территории Луганской области. Тот же Захарченко говорит о том, что мы вернем Славинск, мы вернем Краматорск и так далее и тому подобное. Как считаете, будет ли военная эскалация в этом районе? Я абсолютно уверен, что в ближайшее время вооруженные силы Украины продолжат так называемую антитеррористическую операцию. Война будет иметь продолжение. И это уже не будет носить форму гражданской войны. Потому что здесь народ встанет, вот в этих двух субъектах, встанет на защиту своей независимости. И мы видим пассионарный подъем населения, которые пришли на выборы, показали такую колоссальную явку, такое волеизъявление за свое собственное независимое развитие, уже вне Украины они будут биться до конца. И на какие границы может выйти уже армия Новороссии, трудно сказать. Я полагаю, что минские соглашения, которые сегодня поддерживаются в той или иной части, на том или ином уровне, они требуют пересмотра. Они, возможно, будут как-то видоизменены, потому что об этом говорил и Захарченко, и Потоцкий. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшее время и Евросоюз, и Украина потребуют созыва минской группы. Поэтому уже мы будем понимать, что хотят лидеры двух этих непризнанных республик. Но мы должны для себя четко совершенно понимать, что геноцида русского народа Украины на Донбассе мы не можем поощрять и допускать. Илья Николаевич, теперь о выборах в Конгресс США. Победу праздновали республиканцы. Они взяли большинство в Конгрессе. Традиционно у нас считается, что республиканцы для России не есть хорошо. Демократы много лучше. В то же время Барак Обама, президент демократов, от демократов и отношения двух стран не были такими, скажем так, сложными, дипломатически выражаясь, но, наверное, со времен Холодной войны. Что значит эти выборы для России? Ну, во-первых, Обама фактически потерял управление над Конгрессом. И то, что демократическая партия проиграла, это показатель волеизъявления американцев на то, что они более предпочитают новый курс, который декларировали республиканцы. Они требуют новых перемен и, я думаю, смены президента. Это совершенно понятно для нас. Потому что самым популярным, что происходило в Америке в это время, это была наклейка, где был американский флаг, были показаны даты выборов Конгресса и президента, то есть 2014-2016, и на синем фоне было крупно написано «Путин». Представьте себе, это не мы делали эти наклейки. Это не мы распространяли их среди американцев, простых американцев. Не мы их клеили. Это примерно аналог, если бы у нас разъезжали здесь по Рязани, в Москве, в других городах России с наклейками «Обама». Так вот, это говорит о том, что народ Америки видит, что политика Обамы на Ближнем Востоке, в Европе, она провальна для статуса великой державы Соединенных Штатов Америки. Они требуют новых изменений. Я часто и долго разговаривал с нашими, ну, скажем так, самыми профессионалами по Соединенным Штатам. Это Александр Александрович Бессмертных. Если вы помните, это был и посол России, посол Советского Союза в Соединенных Штатах Америки. Это и министр, последний министр иностранных дел Советского Союза, который отдал всю свою жизнь Америке. Сегодня он один из главных консультантов и политологов по Соединенным Штатам Америки. Он мне говорил, что мы всегда имели хорошее отношение с демократами, но практические вещи в экономике могли иметь только с республиканцами. Поэтому то, что декларируется республиканцами, такой очень сильный, холодный, надменный тон по отношению к России, он совершенно диаметральным образом отражается на наших торгово-экономических отношениях. И он приводил в примеры. Это и развитие наших отношений в сфере высоких технологий. Это и развитие закупок различного, различного совершенно оборудования, которое необходимо было в советское время для наших заводов. Это и закупка семенного фонда, который мы покупали тоже у Америки, у Канады. И этому способствовали именно республиканцы. Поэтому я думаю, что сейчас уже, когда республиканцы доминируют в Конгрессе, у нас изменится отношение на уровне парламентов. И это непростые слова. Полагаю, что мы вновь восстановим наш контакт на уровне сенатов. Я абсолютно уверен, что мы найдем общие точки соприкосновения и сделаем все возможное, чтобы изменить вот тот холодок в отношениях, который уже не просто обозначился, а доминирует на межпарламентском уровне. Я благодарю вас, Игорь Морозов, член Совета Федерации от Рязанской области. Сегодня был гостем программы «Подробности». И мы подробно говорили о международной обстановке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова